А вот мне надо еще ездить по другим территориям? Может там еще хуже? Я сюда случайно заехал, просто случайно. Кто вообще отвечает за такой хаос у нас в городе? Я? Вы? За кем закреплена эта территория? Ну, у вас есть завтрашний день, субботний, вы смещаетесь с того адреса, где убирались, планировалось убираться, всю свою контору, берете сюда, договаривайтесь с контейнером, ну там елки новогодние лежат, я смотрю, и может быть даже не только прошлогодние, это клан какой-то, вообще не знаю, кто его накопил, только дачник, наверное, вот у нас, вы тут складываете. Нет, я как раз свою территорию здесь убираю. Я вижу, что у вас тут территория. Да здесь это сейчас уберется. Вы что-то договорились, да? Я завтра приеду, проверю, как вы здесь убирались. Это раз. Во-вторых, служба хозяйственного обеспечения вам в помощи. Все вместе, до одного. Заведите график, сколько людей у них там пошла, дай ему, дай Сергей Николаевич, чтобы все были до одного здесь. И вы отвечаете за их работу. Потому что они там сидят и наверняка туда еще и бутылочку лишнюю сами скидывали. Позор, товарищи, позор. Вы сюда даже не заходили, сами не разу. Как-то так можно. Вы тогда сделайте так. Вы видите все такие места, значит, в городе. И до 9 мая их надо все зачистить. Смысл такой. Если я нахожу после 9 мая аналогичные помойки, то у вас сократится количество единиц в вашем подразделении. Значит, здесь нарушение правил благоустройства всеми, собственно, в том числе Галантусов. За их забором, начиная с того, что у них забор в неприглядном состоянии, так еще и территория загажена. Следующая. Управляющая компания, конечно, находится не в границах 25-метровой зоны. То есть они здесь в данном случае не нарушены никаких правил. Городская территория. За нее должны отвечать отдел муниципально-жилищного контроля. Они должны выявлять такие места, где население складирует свои строительные материалы, бутылки сваливают, елки новогодние. И поручать нашим городским муниципальным учреждениям убираться. Вот сегодня период субботников. Хорошо это мы в канун субботника выявили. Если бы это было другой месяц, май или июнь, то, конечно, за это кто-то сейчас должен был бы пострадать. Поэтому завтра выйдет служба хозяйственного обеспечения вместе с отделом муниципально-жилищного контроля. Здесь все уберут. Вы можете приехать с фотографией. Спасибо. Но она ни за кем не закреплена. Вот если бы это была территория, находящаяся у кого-то на балансе, то это был бы сущий кашпан. Ужас просто. Но так как эта территория без хозяина, ее, в принципе, убирают только по случаю выявления, так вот мы сегодня как раз и выявили очередную свалку. Сами уберемся. У нас стройка точно самостройка. И вот этот навал здесь, древесный, это тоже все неправильно. Если не сказать так. Спасибо. Спасибо.